всем снова здравствуйте ребят сегодня ролик будет об отзыве проживания геленджике за получается сколько два с половиной года я уже живу даже больше 2 и 8 получается я помню в том году я тоже снимала видео отзыв свой о проживании пожалела ли я что переехала сюда и сейчас я вам все расскажу в общем если честно да допустим у меня до сих пор такая же эйфория вот как у меня была в первые дни когда я приехала я также обожаю смотреть на это море на эту природу особенно мне завораживают это горы горы это сказка я хочу квартиру себе или дом обязательно с видом на горы вот море просто да вот я вижу горизонт и море все это я не скажу что это прям очень красиво и со временем это надоест как горы блин я наверное наверное готова вечно на них смотреть вот природа до сих пор восхищаюсь климатом я восхищаюсь я просто вообще в шоке я очень рада что все таки я сделаю этот шаг и приехала сюда я теперь я я теперь понимаю что я прямо в своей тарелке в своем русле и конечно очень печально что я вдали от родственников и здесь геленджике у меня получается по факту родственников нету ну то есть именно близких родственников то мама сестренки да там тетя ну то есть папа вот вот таких близких родственников конечно мне есть серёжа и я очень рада что я познакомилась серёжей что я проживаю с ним да и что у нас и семья полноценная я очень благодарна ему все-таки что я его нашла здесь и я не одна это очень не радует вот что касается допустим работа да с работой немножко у меня понимание поменялись вот кстати если раньше допустим я всегда думала что будет идти всегда стабильный доход всегда да я пошла там сферу риэлторства и я поняла что это моё вот и у меня управленчинск управленчин управленчинск у меня сфера управления управленчинская управленчинская сфера в общем сфера управления квартирами недвижимость также да ко мне постоянно обращаются люди отдают свои квартиры на сдачу аренда покупка продажи это все касается недвижимости вот и это точно сто процентов моем вот раньше я думала что это прям знаете о так легко продать дома так легко там вас дать там сейчас я думаю немножко по-другому продать да возможно легко но в данный момент когда у нас ввели мораторий и когда вышел запрет на строительство новостроек очень с этим стало проблематично то есть резко уменьшился доход потому что сейчас уже люди едут сюда не с двумя миллионами как раньше это было проще продать а сейчас уже едут люди 45 миллионов на на комнатную квартиру а таких людей как мы понимаем образы меньше чем с двумя миллионами вот поэтому меньше активности сейчас от людей приобрести здесь недвижимость дальше будет еще сложнее то есть если вы не купите сейчас дальше вообще не сможете себе позволить потому что недвижимость растет просто на дрожжах вот нам бы успеть тоже купить квартиру сейчас иначе не знаю что будет дальше вот как то так в общем упал доход вот еще расскажу в этом году в межсезонье очень мало людей приезжают сюда на отдых именно в межсезонье то есть посуточные квартиры очень туго сдаются я думаю что кто точнее собственники они наверное тоже заметили что очень большой упадок если в том году было просто все квартиры были заняты да ну конечно с пробелами в этом году нет есть упадок и в аренде есть упадок и в продажах поэтому сфера риэлторство наверное немножко подвязывает ямки вот так вот так что но это не настолько прям глобальная проблема до что я собираюсь и уезжаю нет что касается климата о это сказка вообще я кайфую от геленджика я на самом деле от него кайфую очень часто мне пишут что я там как-то оскорбляю чем-то геленджик не знаю хоть один пример мне приведите чтобы я оскорбила геленджик во всех моих видео нет ни одного оскорбительного слова о геленджике вот климат это сказка вот в межсезонье проводить здесь людям это вообще бомба когда нету знаете сугробов особенно вот пенсионного возраста потому что не скользко нету заморозков льда у таких сугробов что до магазина невозможно дойти есть возможность погулять на улице подышать свежим морским воздухом это также здоровье вот летом конечно да пенсионерам здесь у нас жарко но для этого существуют кондиционеры если что летом жарко даже молодым вот поэтому можно приезжать сюда просто зимовать например купить квартиру и приезжать сюда на зимовку а потом уже со временем переехать вот что касается так что еще хочу вам сказать ну это наверное три таких фактора до от которых я отталкиваюсь и оставляю свой отзыв климат природа работа проживание развлечения дорогие что вы молчите развлечения все говорят о геленджике так скучно делать ничего зимой вообще глушь все это чушь полная есть всегда чем заняться вы можете сходить в горы вы можете сходить покормить чая когда это очень весело на самом деле как кажется вы можете просто пойти погулять да тут нет там каких-то грандиозных тусовок это для молодежи да но я думаю что переезжает в основном не молодежь у нас поэтому ну не такая молодежь дату сочная там 17 18 30 нет 20 там два года я думаю при переезжают люди уже семейные 30 лет до 28 30 лет до для них всегда и будет чем заняться идите погуляете вон я не знаю с ребенком на площадке детских а идите покормить ее там уточек чаек сходите в горы просто подышите выйдите воздухом на самом деле это по кайфу вы не просто не понимаете такое что когда вы переезжаете в гильджик у вас будет повседневная жизнь вы не будете уже ощущать себя на курорте вот у вас будет такая же обычная жизнь как у вас сейчас в городах также вы будете водить в садик также вы будете ходить на работу также будете готовить кушать прибираться стираться там и все проще и поэтому я не думаю что вам нужны будут круглосуточные какие-то развлечения вот поэтому надо это тоже понимать и принимать вот так скажем я думаю что на этом все если я что-то не сказала напишите обязательно мне в комментарии и я следующем видео обязательно запишу для вас запишу это для вас ответы на ваши же вопросы ребят всем пока целую люблю спасибо что со мной я никуда не пропадаю сейчас просто у нас идет школа я еще до сих пор не могу вникнуть для меня очень сложно делать рук уроки когда алина не делает ничего и мне приходится по тысячи по две тысячи раз говорить алина давай алина давай напишем алина давай сделаем алина одевайся алина раздевайся алина иди мыться это все очень сложно для меня и поэтому у меня наверное просто не хватает на это времени на съемку Но вы не переживайте, я никуда не пропадаю, в любом случае один ролик в неделю для поддержки я всегда выкладываю, когда он станет чуть теплее, когда пойдет весна, я буду гораздо больше роликов выставлять, запомните мои слова, если потом я не выполню свое обещание, мне обязательно в комментариях это напишите, хотя нет, я знаю, что я выполню, вот, потому что начнется уже активное бронирование, сейчас уже активное бронирование, там уже начнется еще более активное бронирование, и там уже я буду снимать гостевые дома, квартиры и все прочее, вот, ребят, спасибо, что со мной, всех ценю, всех люблю, всем хорошего настроения, хорошей погоды, солнца в вашей жизни, и всем пока!